Как привлечь крупных инвесторов с серьезными намерениями в Чувашскую республику? Ответ на этот вопрос будут искать сами же муниципалитеты, где планируют создать команды по работе с инвесторами и бизнесом. О таком намерении глава Чувашии Олег Николаев заявил на Координационном совете, который был посвящен предпринимательской деятельности в регионе. Между тем местные жители светлое будущее муниципалитетов верят с трудом. Почему и как власти планируют перебедить их, расскажем далее. Что жители больше всего ценят в своих муниципальных образованиях? Ничего. Ответ резкий и правдивый, но самый печальный и наиболее частый. Таковы результаты опроса населения, который провели в Бурнарском, Маргаушском, Цивильском районах и Новочебоксарске. Это серьезный повод задуматься, констатировал глава Чувашии Олег Николаев. И поручил руководителям муниципалитетов найти свою самобытность. Без этого понимания развивать местную экономику не получится. Разница между муниципалитетами не только в количестве трудоспособного населения, но и в настроении людей. В Маргаушском районе, например, около 40% опрошенной молодежи ответили, что задумывались над открытием бизнеса. Но положительного примера, к сожалению, у них нет. А в Цивильском анкетировании показалось, что здешним людям проще всего работать на того же дядю. Вырисуется абсолютно четкая картина. Если здесь нужно говорить про развитие предпринимательской экосреды, то вот сюда нужно заводить крупные индустриальные проекты. Потому что здесь люди хотят работать на предприятиях, на крупных. Для них важна карьера, развитие, им важно обучение. То есть вот разница между муниципалитетами сразу вырисовывается. Для этого и необходимо создавать инвестпрофили районов, чтобы было что представить потенциальным финансовым вкладчикам. Чем обычно козыряют муниципалитеты. Первым делом на ум приходят созданные в Чуваши ТОСР, территории опережающего развития, индустриальные парки. Но этим хвалятся практически все регионы страны. Поэтому активной группе по привлечению инвесторов в свои населенные пункты придется копнуть глубже. Создание контента – это следующий шаг. Как только у вас появится активная группа, которая что-то продает, им надо будет четко понимать, а что мы продаем, чем уникальна наша как раз Чувашская республика. И вот на эти вопросы как раз инвестпрофили отвечают. Как привлечь инвесторов в глубинку, рассказали федеральные эксперты из Национальной ассоциации агентств инвестиций и развития, а также Института моделирования бизнеса. Специалисты отметили, что в Чуваше, в отличие от других регионов, явного чемоданного настроения не прослеживается. При этом важно удерживать наиболее активных и талантливых, поддерживать их. Очевидно, когда вообще предприниматель начинает свою деятельность, рисковую деятельность, рискует своим временем, своими инвестициями, тогда, когда он понимает, что инвестиции защищены и соответствующим образом обеспечены неким сопровождением. Этими будут заниматься в муниципалитетах. Глава Чуваше поручил создать на местах команды, которые займутся не только привлечением инвесторов, но и поддержкой бизнесменов. Вероника Павлова, Андрей Шоклев, Вести Чуваша.